Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Очень емкие слова здесь в речи апостола Павла. Он говорит, что «отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, и самое главное, он говорит о том, что не искажая Слово Божие, а открывая истину». По этому поводу пишет свидетель Леон Златоуст следующее. Цитата. «Апостол Павел учит, что для того, чтобы быть достойным той славы, человек все постыдное и грязное, что может быть совершено или помысленно, должен отбросить так, чтобы оно не только из свершений, но и из мыслей изгонялось». То есть, таким образом, он говорит, человек способен, тогда будет ничего не прибавлять, не убавлять от Слова Божия. Можем задаться себе вопросом, но как мы, люди грешные, читающие Священное Писание, преподающие школы духовных, закон Божий и прочие предметы, можем ли мы сказать, что разве мы достигли такого состояния очищения ума? Нет, конечно. Но, как и пишет здесь свидетель Леон Златоуст, главное не соглашаться с тем грехом, который предлагается нам дьяволом, и не укореняться в каком-либо полу, а отлагать его, как нечто, пишет апостол, здесь нечто грязное и постыдное. Есть такая история из житейной литературы, где однажды инок подошел к старцу и сказал ему, «Как можно справиться с помыслом? Он всегда меня борет. Не могу ему противостоять. И не могу так, чтобы уничтожить его изнутрь себя». Тогда старец вывел его в лес и сказал, «Видишь ли ты этих птиц?» Он говорит, «Да». «Можешь ли ты их поймать?» Он говорит, «Нет». «А видишь ли эти гнезда, которые свели птицы?» Он говорит, «Да». «А можешь ли я разрушить гнезда?» Он говорит, «Могу залезть на дерево и разрушить». Так, говорит, и с мыслями. Не давай этим мыслям, как птицам, гнездиться в твоем уме. Итак, далее апостол так и пишет, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для верующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования во славе Христа, который есть образ Бога, образ Бога невидимого». Апостол здесь отвечает нам на тот вопрос, который мы часто задаем себе. Почему мы, проповедуя людям, видим, что люди не принимают благовестие Христово? Ответ очевиден, потому что, как здесь пишет апостол Павел, «Бог века сего ослепил им глаза, ослепил им умы для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования во славе Христа». Что Бог специально кому-то ослепил умы и предопределил их? Нет. Предопределил это ослепление ума? Конечно, нет. Мы помним с вами из книги Ветхого Завета, книги «Исход», когда сказано о том, что Бог ожесточил сердце фараона. Но Бог никогда не насилует свободу. То есть человек дал возможность своей свободе волей ожесточения этого сердца. А говорится, что делает то или иное Бог, это говорится о том, что без ведома Бога даже ожесточения не произойдет. Почему и как? Книга Иова, напоминаю, которую мы также с вами исследовали, где дьявол подходил, помните, собирались ангелы, дьявол между ними, и говорил, видел ли ты праведника моего Иова? И тогда сатана говорил о том, что он праведен, потому что у него богатство, он праведен, потому что у него детей много, он праведен, потому что у него здоровье, но отними все это и посмотрим, прославит ли он тебя. И мы помним, что все это было отнято у Иова. И здоровье, он был покрыт проказой, страшной болезнью, язвами от темени до пят, и семья, дети его погибли, и богатство. Но Иов прославил Бога. Он так и воскликнул, я знаю, Искупитель мой жив, потому что уповал не на временное какое-то греховное наслаждение и веселье, а на радость во Христе и в воскресенье с Богом и в Боге. И помним, что самое последнее сатана им предложил, вернее, спрашивал у Бога, отдай мне его душу, но Господь промолчал, и все Иову Многострадальному вернулось в сто крат и богатство, и здоровье, и дети. Поэтому все в руках Божьих. И в этом смысле нельзя сказать, что Бог специально слепил глаза людей, чтобы они не принимали благовестие. Просто их Бог, Он не дает им возможности увидеть света Христова. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Видите, апостол Павел здесь пишет, что мы рабы ваши. То есть служение, главная заповедь евангельская, служение Богу и служение человеку. Мы помним, что сам Спаситель, когда ученики шли после продолжительного времени, находясь в пути, то зашли в гостиницу, и не было человека, который стоял всегда и служил, омывал ноги. И тогда, видя, что ученики смущались и думали, кто же будет делать эту грязную, в общем-то, работу, и тогда Спаситель сам припоясался и омыл ноги своим ученикам. Да что там мы говорим о омовении ног? Он, нас ради человека, пошел на добровольную крестную смерть. Был уничижаем, был избиваем, был распят, но воскрес, победил смерть и нам даровал жизнь вечную. Поэтому до того, чтобы достичь состояния уподобления Богу, необходимо стать всем слугой. Вот главный принцип и закон этой жизни. Слугой во имя и ради Христа. Служить друг другу. Опережать друг друга в служении друг другу и Богу. Вот принцип. На самом деле все так просто, но нам это не позволяет сделать что? Гордость. Гордость. Как это так? Я буду служить. Я же жду, когда мне все будут служить. И каждый сидит и ждет, когда будут служить ему. У нас даже целая концепция, вот с ней носились, сейчас она более-менее так подзаглохла, но с ней очень долго носились. Лидерство. Давайте выявлять лидеров. И в школах, и в организациях. Это прямо какое-то поветрие было. Сейчас вот с Оскаром так чуть-чуть, может с ковидом вместе так улетучилось. Все выявляли, лидеры, все какие-то тесты делали, лидерские школы и прочее. То есть все хотят быть лидерами. А я всегда спрашивал, а кто же будет служить этим лидерам? То есть они тогда друг друга просто погрызут, да, каждый в своем соперничестве. И далее мы читаем, потому что Бог, повелевший седьмой и сиять свету, как мы и прочитали, зарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот к какому познанию нужно стремиться, если говорить о стяжании знаний. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Что это за сокровище и что это за глиняные сосуды? Об этом пишет Ироним Стридонский, блаженные простые слова Писания. Цитата. Мы имеем сокровище в глиняных сосудах. Многие это понимают в отношении тела и Святаго Духа, подразумевая, что мы имеем сокровище в глиняных сосудах. Так, конечно же, можно понимать. Но есть и другое понимание, и намного лучшее. Мы имеем ценнейшее сокровище в глиняных сосудах. Это сокровище в простых словах Священного Писания. Конец цитаты. Вот то сокровище, которое у нас с вами перед глазами. Это книга Священного Писания. И очень важно носить слова Священного Писания в своих глиняных сосудах, то есть в своей душе, в своем уме, в своих чувствах, в своей воле. И мы читаем 8 стих. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. О чем здесь говорит апостол Павел? Что это за мертвость, которую мы носим в телах наших? Вот. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Амросия, свидетель Амросии Медиаланский. Цитата. Не приходится сомневаться в этом, поскольку в мучениках Христос умирает. «И в тех, кто за веру претерпевает или мученическую смерть, или цепи, или плети, суть страдания Христова, ибо и жизнь Его, Христа, проявляется в них. Страдание — суть знаки достоинства жизни грядущей, которую обещал Христос». Конец цитаты. Хотел бы обратить внимание на последние слова свидетеля Амросии Медиаланского. Он пишет, что «страдание — это суть знаки достоинства жизни грядущей». Почему так? Казалось бы, страдание. Мы стараемся избежать всяких скорбей и страданий. Нет, он пишет, что «страдание — суть знаки достоинства жизни грядущей». Потому что Христос говорил в Нагорной проповеди, «как я пострадал, как меня гнали, так и вас будут гнать. Как меня не принимали, так и вас будут не принимать». Сегодня есть другая концепция, и она, к сожалению, проникает и в христианскую жизнь. Считается, что надо всячески человека избывать от страданий, даже создают целые такие консилиумы и говорят о том, вот человек страдает, как ему облегчить страдания, какие медикаменты можно ему, какие нельзя, можно ли автаназия, чтобы человек избежал страдания. Совсем какое-то другое отношение к страданию. Нигде и никогда Христос нам не обещал полного благополучия. Он сказал, как меня гнали, так и вас будут гнать. Как поступали со мной, так и поступят с вами, потому что ученик больше ли учителя, и человек больше ли Господа, который претерпел нас ради, человека нашего ради спасения, все мучения и крестную смерть. Поэтому так пишут. Страдания — это знаки, достоинства жизни, а мы стараемся всячески избежать. А что же делать, если страдания есть? Преодолевать, но не избегать. Если Бог послал, то и слава Богу. Я вот вспомнил сейчас такую одну историю. На храме на Большой Роденке 20 я, к сожалению, очень совсем мало заснал жизни этого человека, только пришел туда. Там был центр памяти Алексея Степановича Хомякова, жертвами традиционных религий, и настоятелем этого храма был отец Борис Гудников. Это Большая Роденка 20, «Храм всех скорбящих иконы, преображение Господней, икон всех скорбящих радости». Это прямо недалеко от метро Третьяковская. В 1996 году я так как-то прилепился к этому центру, который тогда священник Олег Стеняев возглавлял. Настоятелем был отец Борис Гудников. И он где-то, наверное, пока это, может быть, даже меньше, чем года не прошло, он умер. И настоятель умер, отец Борис Гудников. И матушка у него осталась, и она плакала. И я услышал однажды такой разговор, так вот, ну, был случайным свидетелем, проходил, поднимался по лестнице, и ее там один священник утешал, говорит, «Матушка, ну, не плачьте, да все в порядке, батюшка жил такой святой жизнью». Она говорит, «Да я не поэтому скорблю, я знаю, что на все волю Божию, куда Господь нас определит, туда и определит. А что же тогда вы скорбите? Я скорблю о том, почему мы так хорошо живем. Вот у меня все есть, и еда, и одежда, и где жить. А вот люди ходят, вот и там нищие, это 90-е, у них негде жить, им негде, я вот уже и стараюсь там. И вот мне из-за этого обидно, что кто-то живет лучше, что-то живет хуже, чем я». Я удивился тогда этим словами, меня просто поразили. То есть человек плачет о том, что у него нет скорбей. Да, мы часто плачем о том, ой, Господи, зачем нам столько скорбей. Итак, 11 стих. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот эти интереснейшие слова 12 стиха. «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». То есть Христос говорит, мы ради вас готовы умереть. «Та заповедь, только бы вы оставались со Христом». Как апостол Павел, помните, воскликнет в другом месте, так и скажет в другом из посланий, что «я готов быть сам отлученным от Христа ради братьев моих по плоти». То есть он сам хотел быть отлученным, лишь бы только бы они спаслись. То есть это выражение той самой заповеди, о которой говорит Спаситель, «нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя». Вот это надо все пробовать. Вот хорошо это знать, осмыслять, но надо нам это пробовать. Хотя бы понемногу, как оно будет получаться, это уже воля Божия. Но пробовать исполнять заповедь своей жизни. Своей жизни. Как? То, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть стараться умирать ради ближних своих. То есть, что это значит? Отсекать свою волю. И служить человеку всеми своими возможностями. «Но имея тот же дух веры, как написано, «я веровал и потому уговорил», пишет апостол Павел в 13 стихе, «и мы веруем потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисус воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих производила благодарность, во славу Божию». Видите, говорит, все для вас. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это действительно о человеке, который передает себя в руки Божии. Как сказано, «Как страшно попасть в руки человеческие, лучше попасть в руки Божии». Это действительно так. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Видите, так и говорит, «кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Почему так апостол восхваляет страдание? А потому что в Новом Завете есть и такие слова, «страдающая плотью перестает грешить». Действительно, когда Господь нам попускает какие-либо страдания, у нас уже нет мысли о том, где я проведу свой очередной уикенд, или с какими я встречусь, в каких-то компаниях с пышными обильными явствами, или с какими-то усилительными программами. Но никому не придет на ум, если, например, что-то заболело у человека, идти на дискотеку. Конечно, какая-то дискотека. Тут сиди дома уже, и держись за это больное, неприятное ощущение, место. Поэтому действительно Господь и посылает эти страдания, опять же, для нашего спасения. Апостол утешает нас, говоря об этом, что ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Почему он называет это легким страданием? А потому что есть более тяжелое страдание, вечное. Это какое? В аду. Если человек отвергает Божью милость по отношению к себе, призывающего к вечной жизни, то он определяет сам себе, как сказано, где Дух Господень, там свобода, он определяет себе по своей свободе свое место. Поэтому это кратковременное, легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. И 18 стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное». Апостол Павел снова и снова призывает нас не прилипляться к этому миру. И напоминаю слова, которые часто повторяю, записаны апостол Павел в послании к римлянам, призывает нас этим самым, говоря, что не сообразуйтесь с веком этим, преобразуйтесь обновлением ума, вашего, читая в Священном Писании Отцов Церкви. И тогда познаете, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Воля Божия, благая, угодная и совершенная, дающая нам и веру Божию, и надежда, и любовь, и надежда, которая не подстрижает, и любовь, которая есть высота всех добродетелей, дающаяся нам для того, чтобы преодолеть все эти временные скорби и страдания, и достигнуть тихой гавани в Царстве Христовом, где мы всегда будем пребывать с Господом во веки веков. Аминь.